Модель GM900 Так, сам прибор Инструкция Аккумулятор Нет, это не аккумулятор Это источник питания 9 вольт, аналог отечественной кроны Перед использованием данного прибора Конечно же нужно инструкцию изучить Она на английском языке Буквально вот две такие странички Инструкция очень простая Ну, если вы с английским не ладите Я думаю, что есть много инструкций На русском языке Для удобства, чтобы вы не искали Я под видео оставлю ссылку на инструкцию Модель из этой же серии Но модель будет не GM900, а GM320 Ну, то, что я вот нашел при беглом просмотре Спецификации Диапазон температур От минус 50 градусов До плюс 900 Погрешность измерений От 0 до 900 градусов Цельсия Плюс-минус 1,5 градуса Цельсия Или же 1,5% Ну, что наступает больше? Я думаю, что если измерять комнатную температуру Погрешность будет поменьше Но если температура Какого-то материала будет около 900 градусов Цельсия То наверняка погрешность будет побольше Диапазон измерений От минус 50 градусов до 0 градуса Цельсия Погрешность составляет Плюс-минус 3 градуса Цельсия Разрешение 0,1 градуса Соответственно, прибор показывает значение Большие цифры это градусы И одно значение после запятой То есть точность 0,1 градуса Цельсия Время отклика полсекунды Коэффициент излучения 0,95 Он предустановлен по умолчанию Расстояние до пятна Измерения 12,1 Рабочий диапазон температур самого прибора От 0 градусов до плюс 40 градусов Цельсия Рабочая влажность от 10 до 95% Относительной влажности без конденсации Температура хранения от минус 20 до плюс 60 Продолжительность работы от одного элемента питания При включенном лазере 12 часов Без использования лазера 22 часа Масса данного прибора 147,5 граммов Размеры 153 на 101 на 43 миллиметра Инфракрасный термометр применяется Для измерения температуры поверхности объектов Быстро и бесконтактным способом Когда это может быть удобно? Это удобно в случае горячих Или труднодоступных объектов Или, например, объектов Находящихся под электрическим током Тогда бесконтактный метод определения температуры Является очень удобным и приоритетным Устройство состоит из Оптического инфракрасного детектора Который заглублен Вот так он выглядит После подсветки Также есть лазерный источник света Сразу хочу сказать, что данный лазерный источник света Он никоим образом не участвует в определении температуры Это просто точка лазерная для прицеливания Чтобы мы примерно представляли Какой участок или какую часть какого-то предмета Мы обследуем на предмет температуры Оптический модуль Он собирает инфракрасную энергию Излучаемую объектом Проецирует ее на датчик Датчик преобразует энергию в электрический сигнал Этот электрический сигнал Затем с помощью схемы обработки Преобразуется в цифровые значения Которые отображаются на жидкокристаллическом дисплее Корпус выглядит очень стильным Он сделан в виде такого детского пистолета Либо кто увлекается радиоуправляемыми моделями Он сделан в виде такого пульта для управления автомобилем Цвет оранжево-черный Причем и оранжевый и черный цвет Это не резина Это пластик Но пластик такой типа soft-touch То есть мягкий такой пластик Который прекрасно лежит в руке Не скользит, не выскальзывает В ручке находится элемент питания Вот таким образом снимается Сразу обращаю ваше внимание Есть переключатель Для измерения в единицах измерения Цельсия Это правое положение переключателя И фаренгейты Но мне больше приятно измерения проводить В единицах измерения Цельсия Закрываем коробку И здесь же находится курок Или назовем его клавиша Которая включает прибор И которая позволяет проводить измерения На корпусе указан Что это инфракрасный термометр И диапазон измерений Модель GM900 нам подсказывает Что диапазон измерений От минус 50 градусов Цельсия До плюс 900 градусов Цельсия С обратной стороны корпуса Указано предостережение Что здесь используется лазерная радиация Имеется ввиду точка для фокусирования Для прицеливания Чтобы мы разобрались Какую часть объекта Мы будем сейчас исследовать На предмет температуры А также указывает Точность определения И размер пятна Определения температуры В зависимости от удаленности От прибора Соотношение длины К размеру пятна 12 к 1 Это что значит? Это значит что на удалении От прибора При определении температуры На расстоянии 30 сантиметров Размер пятна Будет 38 миллиметров При удалении От прибора На расстоянии 90 сантиметров Размер пятна Определение температуры Будет 75 миллиметров И при удалении От прибора На полтора метра Размер пятна Составит 132 миллиметра соответственно мы таким образом должны подойти на то расстояние необходимое чтобы измерение было наиболее точным далее перейдем к экрану lcd экран и соответственно кнопки управления скажу сразу что lcd экран имеет подсветку он включается после нажатия основной клавиши условно давайте будем называть его курку курком малейшее нажатие и прибор включается у него включена функция авто сохранения то есть прибор выключается примерно через 7 12 секунд в зависимости от разных режимов насколько я знаю данный параметр он не изменяется поэтому лазерный целеуказатель я включу и пока буду рассказывать о приборе о его меню я оставлю включенным и экран но соответственно чем больше работает экран тем быстрее разряжается элемент питания и так с этой кнопкой мы разобрались следующая кнопка storage call но в storage этот прибор позволяет запоминать 30 значений температуры соответственно хранить их в памяти причем эта память энергонезависимая эти значения мы в любой момент можем вызвать я покажу как это делается и также мы сможем эти значения удалить если вдруг они нам не понадобятся далее слева верхняя кнопка это кнопка set соответственно это аналог кнопки enter в компьютере то есть это для подтверждения ввода значений кнопки вверх кнопка вниз это измерение любых значений в подменю и красная кнопка это собственно выбор самих меню давайте мы на них кратко сейчас остановимся а по умолчанию вообще-то включается режим и м с значит и м с и цифры 0 95 значит сразу скажу что это такое 0 95 это коэффициент излучения многих поверхностей органических веществ и металлов покрашенных и имеющих окислы на поверхности вот эта величина как раз коэффициент излучения как раз и выбран 0 95 сотых но в этой инструкции о которой мы будем еще говорить есть специальная таблица есть специальная таблица в которой видно перечень слева это перечень материалов которые определяются надеюсь видно и справа значение коэффициента излучения ну соответственно те предметы которые являются очень блестящими которые имеют высокую отражающую поверхность у них этот коэффициент будет гораздо ниже соответственно если мы будем определять температуру например алюминиевой какой-то поверхности то соответственно нам коэффициент 0 95 нужно будет перевести в режим 0,3 соответственно если мы определяем температуру базальта этот коэффициент нужно установить на уровне 0,7 дерево 0,94 вода 0,93 текстиль 0,94 и так далее не буду все перечислять наверное это очень удобная таблица ее можно просто сфотографировать на свой телефон и так как вы телефон носите с собой практически постоянно и в момент использования данного термометра инфракрасного при определении той или иной поверхности вы всегда сможете открыть картинку на телефоне и в этой таблице подсмотреть чтобы определить точный коэффициент и применить его в приборе для более точного измерения температуры есть режим и мс он включается автоматически коэффициент 0,95 по умолчанию есть режим определения максимальной температуры когда внизу запоминается максимальное значение минимальной температуры есть режим different то есть когда мы определяем какую-то изначальную температуру и при дальнейшем определении да включаем режим set вот у нас определена температура 24 6 но при определении например температуры руки мы видим что кожа гораздо теплее 32 с половиной градуса и видим что отличается от среднего значения на 7,9 или определяя например температуру стола мы видим что стол на полградуса холоднее прохладнее и значение уже минус чем та температура которая была установлена по умолчанию далее режим average это определение среднего значения температуры режим HAL это установка тревоги на верхнюю температуру мы можем это значение уменьшить до нужной нам я поставлю это значение например 29 градусов применить вот и сейчас определяю температуру кожи температура кожи выше 32 с половиной градуса и прибор включает режим тревоги что подсказывает нам что температура определяемой поверхности имеет выше значение чем то на котором установили уровень тревоги соответственно мы можем выставить такие показатели на верхнее значение так и на нижнее значение это low нижнее значение тревоги так оно регулируется от минус 45 градусов но и можем выставить на любое большее значение пример будет точно такой же не буду показывать также срабатывает сигнал тревоги режим storage storage это запоминание данных измерения в память выберем этот режим и в данном случае вот мы определили значение и добавили в первую ячейку добавлено значение 24 градуса теперь измеряем температуру кожи моей ладони 32 и три десятого градуса и также нажимаем кнопку storage и мы видим что во вторую ячейку уже запомнилась эта температура далее температуру инструкции мы можем измерить 24 8 десятых градуса добавляем еще раз нажимаем кнопку storage и в третью ячейку добавляются также эти значения соответственно посмотреть эти значения мы можем перейдя в режим EMS, то есть определение коэффициента излучения, выберем этот режим и нажимая кнопку Storage и листая вверх-вниз, нажимая кнопку Storage, мы видим значения в первой ячейке, во второй, в третьей ячейке и так далее. Если же нужно эти все значения удалить, мы нажимаем кнопку Storage на 3 секунды, и мы видим 3 буковки Clear, то есть все значения очищены. Снова 30 ячеек, свободный для запоминания. Друзья, теперь давайте проведем эксперимент, посмотрим, как работает данный инфракрасный термометр. Слева это чашка с кипяченой водой, справа это холодильный элемент, который сберегает холод, когда вдруг выключается электричество в холодильнике, ну и по центру это обычный фонарик, он комнатной температуры. Давайте сделаем замеры. Включаем прибор. Итак, определяем температуру воды. 72,6 градуса. Теперь температуру холодильного элемента. минус 20,7 градусов. И измерим температуру фонарика. 24,8 градуса. Итак, мы с вами увидели, какой диапазон значений от минус 20 до плюс 72 градусов. Вот, мы видим, что прибор очень легко и просто определяет температуру в очень большом диапазоне. Ну, в диапазоне, он, конечно, диапазон у него гораздо шире, но просто я показал в домашних условиях, где это может применяться. Также прибор этот можно применять, например, для определения температуры аккумуляторов, когда вы их заряжаете, что бывает очень важно. Также можно определить, например, температуру паяльника. Когда вы его разогреваете, вы можете щелкнуть, посмотреть, готов он к пайке или не готов и так далее. То есть, точек приложения для данного прибора уйма. Это представитель из целой серии линейки моделей, о которых я хотел рассказать. Давайте мы тогда проговорим быстренько об этих моделях и о их особенностях. Итак, модель GM320 имеет диапазон измерений верхнее значение 380 градусов Цельсия. Стоит прибор такой 9,1 доллара. В рублях это примерно 570 рублей. Следующая модель повыше, это GM550. Там верхний уровень определения температуры до 550 градусов Цельсия. Модель стоит 15 долларов. В рублях примерно 940 рублей. Модель следующая, GM700, стоит 23 доллара. В рублях это 1440 рублей. Верхняя граница определения температуры 700 градусов Цельсия. И модель, которую я держу в руках, GM900, стоит 27 долларов. В рублях это примерно 1700 рублей. По ценам, много это или мало? По-моему, это недорого, это нормальная цена. Ну, к примеру, для тех, кто интересуется, аналогичная модель инфракрасного термометра фирмы Mastec, модель 6550B, стоит 255 долларов. Это 16 тысяч рублей. То есть, модель Mastec стоит в 9 раз дороже, чем модель, которую я держу в руках. Но я не думаю, что у Mastec в 9 раз точность будет лучше, и в 9 раз лучше измерения. Я могу ошибаться, друзья. Просто для того, чтобы понимать, дорого это или нет, я привел вам сравнение, ну, довольно известного производителя, фирму Mastec. Давайте еще раз перечислим плюсы. Эргономичность. Прекрасно лежит в руке. Материал очень качественный. Материал такой вот, по-моему, называется Soft Touch. Мягкий. Такое ощущение, что вы держите в руках какой-то обрезиненный продукт. На самом деле это пластик. Но очень такой мягкий, плотный, очень удобный. Кнопка замера температуры очень удобно лежит под указательным пальцем. Причем прибор прекрасно подойдет и для левши, и для правши. Следующее, что удобно, это большой экран. Очень крупные цифры. Кнопки обрезиненные такие, то есть палец на них не скользит. Прекрасно фиксируется на нужной кнопке. Кнопки разноцветные нам подсказывают как бы их функционал. Предмет, сам прибор отлично лежит в руке. Весит всего 150 грамм, около 150 грамм. Компактный, удобный. Легко носить с собой, там, в небольшой сумочке или даже в руке. Легко измерять. Скорость определения температуры 0,5 секунды. 30 ячеек памяти отметил, наверное, 2 минуса. Первое, это элемент питания 9 вольт, элемент крона. Все же эти элементы питания имеют очень маленькую емкость. И, соответственно, из-за размера данного элемента, из маленькой емкости, соответственно, мы имеем довольно небольшой период работы данного прибора от одного элемента питания. Ну, еще раз назову, если включать режим лазерного целеуказания, то прибор работает 12 часов, без лазерного целеуказания 22 часа. Второй минус, это то, что в данном приборе нет USB порта и, соответственно, программного обеспечения, чтобы мы могли подключить USB, подключить компьютеру, и, соответственно, эти данные, которые хранятся в 30 ячейках памяти, чтобы эти данные мы могли скопировать на компьютер в каком-то формате, там, в табличке Excel, например, или в Word хотя бы файле. Но, друзья, опять же, это, по-моему, я придираюсь, потому что, если бы прибор имел такой USB-интерфейс, соответственно, его цена, наверное, была бы не 27 долларов, а, наверное, побольше. Подведем итоги. Лично мне инфракрасный термометр GM900 очень понравился. Прибор по всем параметрам мне подошел. И по удобству использования, и по скорости определения температуры полсекунды, и по компактным размерам, по массе небольшой. Ну, буквально он ничего не весит. Могу сказать, что он очень подошел в домашних условиях, да и не только в домашних, можно найти ему применение. Так что я рекомендую к покупке. По моделям вы сами определите. Модели я укажу под видео разные от этого производителя. Диапазон значений вы сами выберете, с которым вы будете точно работать. Ну, вот я, как правило, беру модели такого верхнего ценового ряда, для того, чтобы потом дважды, как говорится, не покупать. Поэтому я взял сразу с большим диапазоном, от минус 50 градусов Цельсия до плюс 900. Не знаю, где я смогу увидеть или определить 900 градусов, но мало ли чего. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, делитесь ссылкой с друзьями. Надеюсь, данный обзор был полезный. И не исключаю, что многие из вас такой прибор приобретут. Всем до свидания. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...